И теперь подробности этих и других событий. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял сегодня в аккорде руководство Национальной палаты предпринимателей, председателя президиума Тимура Кулебаева и председателя правления Аблая Мурзахметова. Главными темами встречи стали результаты деятельности крупнейшей бизнес-ассоциации страны, а также работа по защите законных прав и интересов отечественных предпринимателей. Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, с началом работы Евразийского экономического союза бизнесменам следует готовиться к конкуренции, а Национальной палате и государству со своей стороны нужно создавать все необходимые условия для эффективной работы предпринимателей. Я думаю правильно, что мы создали Национальную палату предпринимателей, малому и среднему бизнесу, предпринимателю в целом придаем огромные значения, государство помогает, поддерживает, моратория закончится, надо к этому готовиться. С 1 января следующего года начинает работать Евразийский экономический союз, как известно. Значит, надо готовиться к бизнесменам нашей конкуренции. Соответственно, она уже идет сейчас. И теперь вот последнее послание Нурлужол, это дает широкий простор для развития бизнеса по составу. Вот встроиться, найти себя, каждому, везде, всюду, а нам и государству создавать условия для наших отечественных бизнесменов, чтобы создавались новые бизнес-структуры, новые люди привлечены были к бизнесу. Руководство Нацпалаты выразило главе государства благодарность за поддержку в развитии и укреплении этой некоммерческой организации. Также на встрече отмечено, что деятельность бизнес-ассоциации сегодня охватывает такие направления, как совершенствование бизнес-среды, анализ эффективности мер господдержки, доступ бизнеса к финансовым ресурсам и многое другое. В июне этого года провели съезд, сформированы все органы управления, создан президиум, правление, областные региональные дирекции, и мы приступили к работе. Одним из первых вопросов всегда вы в поле зарендируете – защита прав бизнеса. Это всегда, и все знают, что вы гарант. На данный момент нам поступило больше 3,5 тысяч обращений по защите прав бизнеса. Создали онлайн-сервис, отстроили всю вертикаль. Самое главное – мы тесно выстроили отношения с Генеральной прокуратурой. Раз в квартал Асхат Долубаев сам проводит совещание. Селектор со всеми областными руководителями прокуратур. На последний селектор приглашали заместителей Акиматов, руководителей департаментов по обращениям предпринимателей. Все виды, какие есть, и в том числе проверкнуть с нами. И, конечно, бизнес-омбудсман, который, по вашему указу, уже предусматривается, это тоже усилить то, что вы задавали вопрос, как себя бизнес будет чувствовать после моратория. Для бизнеса государство сделал сейчас максимум возможного и по кредитованию, по снижению кредитной ставки для них. Обширные программы для работы везде-всюду. Поэтому я надеюсь, что вы хорошо поработаете. Продолжение следует...